Микс Медиагрупп Микс Ньюз Наверное, самое яркое мое воспоминание это, когда Алла была еще малоизвестна, мне казалось она очень высокого роста, когда я ее увидела первый раз Она работала в театре в Москве в открытом, вот, типа, центре И как-то я прошла, и мы подошли к Алле и сказали Алла, у нас еще музыканты нельзя, чтобы провести? Она говорит, конечно быстренько сказала, кто должен это сделать провести целую команду музыкантов, и я вот это запомнила, она была в моих глазах с длинными волосами, прямыми высокая, худая такая блондинка Спасибо большое А можно еще минуту вашего времени? 29 июля Игорь Крутой отметит 60 лет, тоже ваш давний друг Есть ли у него какая-то история, которая связывает вас в творческой жизни? Ну, с Игорем мы не просто друзья, мы еще и родственники Мы же кум и кумам Мы покрестили Раймунда Пауэллса внучку Поэтому У нас еще какие-то Как же это случилось? Ну, это уже прошло, наверное, лет 5-6 А вот после этого отношения ваши стали ближе, теплее? Ну, это какой-то такой особенный случай Они просто становятся как-то как родные Не знаю, почему так происходит Пожелания в день рождения Игорю Ну, а самое главное, наверное, чтобы он был здоров Самое главное Ну, и чтобы было вдохновение Чтобы хотелось и моглось У него есть песня «Мой друг» Можете ли вы сказать, что он важный На настоящий друг? Да, он мой друг Какой-то пример взаимопомощи? Нет, вы, понимаете, дело же не... Знаете, я желаю всегда своим друзьям, чтобы мне нужна была никакая помощь Поэтому дело не в помощи И есть вещи, которые, например, я вам сейчас просто не буду рассказывать Но я знаю, что Игорь тот человек, когда первая новость, я ему моментально звоню Мы с Иосифом Прибожиным говорили и с Иосифом Кобзона по поводу ситуации Нет, мы не разговаривали, к сожалению Но ситуация, вы сами понимаете, неловкая Потому что мы же коллеги И как-то не хочется, чтобы вообще музыканты были ввязаны в какие-то истории Просто не хочется этого Кто, если не мы, будем друг другу улыбаться и делать мир лучше? Вчера был юбилейный вечер И так забавно, что все многолетние друзья и коллеги отметили юбилей в какой-то степени на одной сцене И мы вас поздравляем с днем рождения И желаю вам всего самого хорошего Мы вас очень любим Спасибо Скажите, а вот, конечно, глупо смотреть в прошлое Как есть, так и есть Но, может быть, есть какой-то эпизод Вот если бы вернуться туда, я бы его изменила Вот есть какой-то такой эпизод в вашей жизни, о котором вы искренне грустите? Может, кого-то бы вы не отпустили? Может быть, какую-то песню вы бы спели? Нет, не отпустили Или что-то по-другому бы сделали, что-то важное? Нет, может быть, я более досконально бы делала бы все вообще В принципе, все я бы делала бы более так вот стабильно И, может быть, кое-что я просто, кое-к чему я относилась слишком легкомысленно Глядя на вас никогда не скажу, что вы легкомысленный человек Такое ощущение, что вы трудишка Да, я трудишка и нелегкомысленно, конечно, но... Но... Скажите, пожалуйста, про ваш образ В чем вам комфортнее его станать? В костюмах или... В спортивных штанах лучше всего Больше всего я люблю репетиции И это самое лучшее время, самое классное ощущение Ну, он просто, вы понимаете, да Иосиф замечательный человек, прекрасный Мне кажется, уже кого еще назвать легендой, как не его Он просто не услышал мои слова И не обязательно их иногда говорить Мы с ним еще разберемся, все будет нормально Но вас не обидело то, что он публично заявил о том, что обижается на вас Мне наоборот не обидело, а мне очень жаль, что человек из-за меня хотя бы одну секунду переживает Это незаслуженно Еще по поводу ситуации в Украине и по поводу ситуации в России То, что украинским артистам запрещают выступать в России Океан Элизе, Бумбок Сейчас, в частности, Иван Дорн, после выступления здесь на Новой Волны Тоже персона Лонграта в России Да ладно, это шутка, я не верю Это шутка Я думаю, что это шутка, я не верю